Друзья, всем привет! На момент записи этого видеоролика в воскресенье, 1 мая, время 10 часов 25 минут. И прямо сейчас мы находимся на севере Москвы, во дворе у одного официального дилера. За нашей спиной идет одна компания с группой официальных дилеров разных марок. Но приехали мы сюда не для того, чтобы посмотреть, как дела по новым автомобилям, потому что я вам это регулярно рассказываю с актуальной информацией. Сегодня я решил для вас показать информацию, что происходит со вторичкой, в том числе с трейдином, которую машины вы сдаете, те самые машины, которые пригоняют люди на выкуп. И вот сегодня мы посмотрим, что люди привозят, как меняется цена в рамках одной недели, двух недель, месяца. Зашла за 6 миллионов, уже сейчас готова дать за 4. И таких ситуаций на самом деле по стране становится все больше и больше. Более того, многие официальные дилеры уже не принимают автомобили на выкуп. Если раньше ты мог приехать и сказать, купите у меня здесь и сейчас, и тебе это с удовольствием могли ее забрать, сейчас такого в принципе уже у некоторых нет. Почему? Вот обо всем этом я вам расскажу в этом видеоролике. Сейчас прям по-живому пройдемся с вами по парковочке, пообщаемся и получите полезную информацию. Погнали! Но-но-но-но-но-но-но-но. Прежде чем мы погоним дальше, я просто обязан рассказать вам и стороннюю полезную информацию. На днях был в бане со своими друзьями, где, собственно, вызвался сам рассказать о них на канале. Ребята занимаются аутсорсингом. И они могут стать вашими надежными партнерами в сфере управления персоналом абсолютно для любого типа бизнеса. Они помогают своим клиентам в выборе наиболее оптимальных управленческих и организационных решений, что позволяет в первую очередь сэкономить ваше время и ресурсы. Их компания ведет комплексные проекты, представляя заказчику сервис по предоставлению персонала, нацеленный на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. Они готовы предоставлять персонал для работы на производственных, складских и строительных объектах. В зависимости от ваших пожеланий, специалисты компании смогут вам найти рабочих для решения конкретных задач или взять на себя кадровое обеспечение всей деятельности предприятия в целом. Работая с ними, вы получите оптимизацию расходов на перечисление и выплату заработных плат и налогов, гибкое управление персоналом, увеличение численности сотрудников в пике нагрузок или же наоборот снижение численности штатных единиц в период кризиса, быстрое решение спорных ситуаций, возможность использовать льготные налоговые режимы и ваша экономия может составить порядка 25%. За них могу ручаться лично. Если вам нужны подобные услуги, контакты Романа и Александра, уже ждут вас по ссылочке в описании и в первом скрепленном комментарии. Значит, смотрите, показываю вам общую картину. Вот она парковочка, это которая еще при дилере. Плюс ко всему, вот у каждого бренда есть свои парковки. Вот все, что вы видите, это все дело зашло по трейдину, либо что-то зашло по выкупу. Это значение не имеет. Сам факт того, что абсолютно каждый автомобиль, это все продается. Можно прийти и купить. Раз, раз, раз. Значит, периодически буду вам давать закадровые комментарии для того, чтобы у вас сложилась полная картина. Значит, здесь в одном из салонов работает мой давний знакомый, который, собственно, держит в курсе по ситуации на рынке, как по новым автомобилям, по вторичке и пригласил поснимать. Вот эта площадка общая, которую вы видите, она открытая. Любой без проблем может зайти, походить, поснимать. Но, как я сказал, у каждого бренда есть еще отдельная площадка, куда можно приехать, но уже в качестве потенциального клиента. Там снимать это нужно отдельно согласовывать, но факт в том, что машин еще больше. Но они сосредоточены и на других площадках. Здесь же мы смотрим непосредственно то, что стоит, так сказать, при салоне. Как это вообще все работает? Ну вот представьте, приехали вы на подобную площадку и свободно гуляете, смотрите. Вот обратите внимание, на некоторых автомобилях под лобовым стеклом лежит листок А4. Это говорит о том, что 100% машина продается. Вы подходите и на этом листочке вы видите краткое описание и QR-код. Подносите свой телефон, он считывает, открывает вам привычное уже объявление на автору. Вот, например, подходишь в Volkswagen Passat 2018 года, сканируешь вот этот код и он тебе выбрасывает его. То бишь он, получается, тебя забрасывает на автору, машина стоит 2 миллиона 500 тысяч рублей. Вот сюда можно, в принципе, прийти с телефончиком и самому погулять, посмотреть, что почем продается. Но самое интересное, что, например, в частности, сам автору уже может показывать динамику изменения цены. Значит, подчеркиваю, все, что я вам сегодня рассказываю, это не какая-то скрытая реклама, я вам просто объясняю, как это все работает. Потому что для кого-то эта информация может быть полезной. Так, например, если покопаться, вполне возможно, что вот этот Passat там раньше стоил чуть дороже. И, соответственно, если его никто брать не будет, он будет падать в цене. Это нормальное явление. Плюс, как рассказывают ребята, регулярно происходят различные переоценки. То есть, например, раз в три дня вот этот листочек, он может меняться. Приходит человек, обновляет данные. Если, к примеру, там через месяц этот Passat все так же здесь будет стоять, то, соответственно, в цене его снизят, и появится листочек, когда вы придете сюда раз, там, не 2 500, а 2 200. Но машин, вы посмотрите, я вам еще с коптера кадры показываю дофига. И на самом деле очень много довольно-таки свежих машин. Вот давайте просто даже для примера попросим посмотреть, по чем вот этот, это кто, Акравия у нас получается? И BMW 3 серии. Вот, Octavia 22 года. Ого, 3 миллиона 775 тысяч. Ну, это, короче, она еще дороже. Она типа топовая, наверное, да? Ну, короче, имейте в виду, ребята, на вторичке тоже можно нарваться так, что как бы машина будет еще даже дороже, чем она изначально стоила. А вот эту давай щелкнем, трешку. Трешка, 19 год. Вот, 3 миллиона 490. Ну, это 318-я дизель, да? Дизель. Ну, вот Sportline, скорее всего, это комплектация как раз вот со всеми ставками. Вот здесь важно понимать, что если бы с нами сейчас был непосредственно сотрудник отдела Trade-in, который все эти машины там условно принимает, с ним можно было бы общаться на предмет хотя бы того, в каком состоянии какой автомобиль. Потому что когда они принимают, они же тоже делают техническую оценку. Как правило, это, ну, два часа диагностика. И уже знают, что в каком состоянии. Потому что если вы там через своих знакомых будете пытаться найти как раз людей из отдела Trade-in, как правило, все хотят понять. Вот, например, понравилось тебе 318-я, в каком она реально состояние зашла. Если люди смотрели вживую, а они обязаны ее смотреть, они вам скажут. Плюс ко всему, вот, например, та же самая Octavia, просто для примера вам привожу. То, что она там написана, 3 775, это одна цена. Вы можете приехать, сторговаться, не обязательно здесь. У любого официального дилера, вот у кого машина стоит на вторичку, сейчас время такое, что можно приезжать и хорошенечко на них торговаться. Раньше торг на вторичку, насколько я знаю, был просто мизерный. Ну, там буквально копейки какие-то скидывали. 5-10 тысяч, да, ну, там двадцатку, не знаю. А сейчас можно нормально торгануться. Значит, простыми словами, в общих чертах рассказываю, что происходит с ценами. В рамках марта и местами начала апреля люди сдавали автомобили по системе трейд-ин, и в том числе просто на выкуп. Дилеры, естественно, машины забирают. В силу того, что цены постоянно растут, у многих в голове срабатывает такой, скажем так, щелчок, что покупал я вроде за 2 миллиона, а спустя 3 года мою машину забирают за 2 200. И вроде как, о, здорово, сдаю, забираю новую или просто вытаскиваю деньги. Подчеркиваю, рассказываю в общих чертах, в деталях останавливаться не будем. Факт. На парковках у дилеров скопилось достаточное количество автомобилей. В силу того, что народ в марте, в первой половине, как минимум, сметал все автомобили, спасая свои рубли, они, не понимая, что происходит вообще с ценами, тем более объясняют и рассказывают, что там BMW больше не будет, Mercedes больше не будет, Skoda уходит, некоторые автомобили пытались продавать там по двойной, тройной цене, включая вторичку. Вот, например, внимательно слушайте, автомобиль Mercedes зашел по цене 3,5 миллиона рублей, вот его по такой цене забрали, но выставили его на продажу за 6 миллионов рублей, там 6200 даже, с надеждой на то, что, а вдруг кто-то придет, купит. Но идет апрель и видят, что машины по этим ценам вторичку не покупает никто, а, соответственно, нужно снижаться. И вот все, что я вам сегодня показываю, рассказываю, здесь вы должны услышать ключевое. Написать, что Skoda Octavia, да, с пробегом, даже с минимальным, стоит 3800, это запросто. Можно написать, что она стоит 4200, вопрос ключевой, по какой цене ее купят. Есть так называемое понятие прощупать рынок. Когда продавцы выкладывают машину по завышенной цене, для того, чтобы понять, будет на нее спрос или не будет. И потом плавненько, плавненько, плавненько цену опускают. И как только начинаются звонки, ну вот, собственно, наверное, рыночная цена нащупалась. По этой цене, скорее всего, автомобиль заберут. Поэтому сейчас на авторичке происходит так называемое, ну я так простыми словами скажу, устаканивание рынка. Ребята, то, что вы смотрите Автору, Авито и видите, что ваш автомобиль продается, по 4 миллиона, там я просто к примеру назову, хотя ему реальная цена 2. Не нужно думать о том, что кто-то его за 4 миллиона купит. Дураков, как показывает практика, практически нет. 1%, да, действительно присутствует, то покупают по каким-то космическим ценам. Но в целом люди по таким ценам не берут вообще. И поэтому ценник снижается. Вот смотрите, F10, как у меня, но 2013 год, мы уже посмотрели, пробег 142000, полный привод, это 530-я BMW, 2 миллиона 30 тысяч рублей. Ну вот так вот вам, пожалуйста, за немца 2013 года. Уверен, что ниже двух его без проблем можно забрать. На самом деле прикольно здесь походить, посмотреть автомобили. Жалко, что еще нет какой-то, знаешь, такой краткой таблички, чтобы было расписано, что, например, нужно менять мотор, нужно менять привода, ну, к примеру, чтобы человеку было понятно, в каком состоянии автомобиля. Вот интересный вариант, смотрите, BMW X6 2017 года, но это без М-пакета. Прикол в том, что вот человек, с которым мы сейчас гуляем, он мне его присылал, можно сказать, недели ранее, после чего, собственно-то, я и заинтересовался на этот сюжет. Вот эту машину тогда предлагали за 4 миллиона 500 тысяч рублей. Сейчас мы посмотрели ее, она уже стоит 4 миллиона 360 тысяч рублей. То бишь, ценник постоянно падает, но здесь и пробег, ребята, 97 тысяч 427 км. Но это 3 литра дизель. Кто-то скажет, эээ, для 3 литра дизеля это только обкаточку прошел. Значит, у третьего смотрим, 2021 год. 180 сил. А, пробег 20 тысяч. 4 миллиона 680. И стрелочка самая главная стоит. Ну, я не знаю, по камере можете видеть. Короче, то, что идет на понижение цены. Значит, очень часто вопрос бывает, а вот за сколько заберут мой автомобиль. Или люди приезжают, ну, хотят купить автомобиль. И удивляются, почему их машину оценили низко. Ведь буквально две недели назад им за автомобиль давали больше. Вот у меня был разговор с одним менеджером. Он прям даже переслал голосовые сообщения. Говорит, вот смотри. Слушай, смотри, по нашей новой стратегии мы ему можем предложить 2 800, не более, за машину. Он 5 апреля у нас оценивался. Было в районе 3 800. Если он еще через месяц будет пробовать дальше оцениваться, возможно будет 1 на 8. Так что пока ему скажи, что на сегодняшний день оценка 2 800. Ничего не продается. Если хочешь, можешь дать мне телефон, я могу ему позвонить. И говорят, что дальше будем еще только снижаться, потому что вот картина. Машины стоят. Это только вот у одного дилера. А таких по Москве сколько? Машины стоят и что-то особо-то их не берут. Хотя бывают ситуации, когда ребята рассказывают от обратного. Что вот у нас хорошая текучка, у нас все продается, распродается. Супер. Кому-то везет, кому-то не очень. Даже вот здесь, например, дилер китайский Хавал. Они продали за апрель 42 автомобиля. И для них это, с одной стороны, мало, но по общей тенденции сейчас это довольно-таки хороший результат. И, кстати, не забывайте подписываться на телеграм-канала. Один, ну максимум два раза в день делаю посты. Никакого спама по существу про автомобиль и про движуху на канале. Но там есть много интересной, полезной информации с ценами по машинам, с актуальными. У кого пошли снижения, кто там реально уйдет с рынка. Ну, в общем, ту информацию, которую сами менеджеры дают, дилеры, представительства нет-нет, люди работают, что-то пишут. Туда все буду публиковать. Где-то письмечишка, где-то пересказываю своими словами. Поэтому, в целом, вам будет интересно и полезно узнавать реально свежие, актуальные новости. Ссылочка на телеграм в описании и в первом закрепленном комментарии. И несмотря на то, что сюжет в первую очередь создан для того, чтобы показать текущий рынок вторички, будучи возле официалов разных марок, я не отказал себе в удовольствии быстренько пройтись по салонам и посмотреть, есть народ или нет. 1 мая, подчеркиваю, возможно, кто-то на даче, но я передвигался этот день по городу вообще без пробок. Никого нету, шикарно, можно спокойно доехать, глянуть себе новый автомобиль. Давайте посмотрим, есть вообще народ или нету. Так, ребята, ну что, живое расследование начинается прямо сейчас. Будучи у официалов, я думаю, а почему бы нам реально не зайти в салон и не посмотреть, что происходит в реале. Потому что здесь идет целая цепочка автомобилей. Haval, Ford, который уже, не знаю, что там продают. А, ну вот, коммерческий транспорт Hyundai, Suzuki, Renault, там дальше Skoda, Mazda. Я сейчас просто кратенько, по 20-30 секунд зайду, просто покажу вам, что в салонах происходит. Воскресенье, 1 мая, праздничный день, время 12 часов 25 минут. Пойдемте глянем, есть какая-то вообще движуха по новым автомобилям или нет. Так, отдел продаж у нас. Заходим с инспекцией. Всем здрасте. Так, это Ford у вас? Ford Haval. Есть вообще народ-то живой? Клиентов, сейчас-то не зарели, никого нету. И не в хавале, не в Ford, правильно? Все, до свидания, удачи в продажах. Выспались они? Нет. Короче, народ веселый, что-то даже дальше не пойдем, потому что, ну, ребята, говорят, народу никого нету. Общался с одним менеджем, кто-то приходил, говорят, там, пару человек зашли, посидели, посчитали. Ну, как говорится, зайти, спросить, мимо проезжаем, можно. А вот купить, это уже совсем другая история. Так, идем дальше. Пойдемте, зайдем в Hyundai. Подобную тему снимал этот Серега, ProDrive. Ему привет большое, если смотрят. Залетели. Здрасте. Так, ребят, себя будут снимать. Есть вообще народ кто-нибудь? Хоть сейчас вот машину смотрят. Мало? И весь день, да, с самого утра особо нет никого. Вообще мало. Ну, ладно, удачи вам, до свидания. На мой взгляд, кажется, вот так вот культурно, когда подошел, не тычешь никому камерой в лицо. Зашел, спросил, есть народ? Народа нет. Все ясно, идем дальше. Лет 7 назад, когда я только начинал снимать ролики на YouTube, я бы вот так один на камеру, в радиусе вообще человек бы видел где-то вдалеке, не стал бы разговаривать. А сейчас уже пофигу, потому что уже знаешь, что делать. Так, ну вот, Мазда. Дяденька сидит, смотрит на меня, ждет чай, кофе. Так, хотим зайти. О, ну здесь какая-то движуха хотя бы есть. Один человек, раз, два. Здрасте. Социальный опрос есть вообще народ сейчас на машины? Кто-нибудь ходит, покупает? Вот сегодня у вас есть какие-нибудь клиенты или не так? Тишина. Тишина? А вчера был хоть кто-нибудь? Да. Ну так в целом, да, вообще бяленько стало? Особо народу нету. Я понял. Все, спасибо, Саня. Короче, везде картина одна и та же, что народу нету, народу нету, народа нету. Ну, честно говорю, ребят, я вам просто показываю для вас исключительно по-живому, потому что я и так все понимаю. Оп, здесь вообще тишина. Здрасте. Здрасте. Я себя снимаю. Ребят, народ вообще есть? Есть. Покупают машину? Ну, сегодня есть хоть кто-нибудь, чтобы сейчас вот сделка шла бы выдавалась? А вчера было? А где народ? Тишина? Нет, заходят немало. Понятно. Ну, машины в целом у вас как? Машины есть вроде еще. Выбрать из того, что пришел, цвет, комплектация, все можем, смотри. Все комплектации есть. Короче, машины есть, народу нет? Все. Все понятно. Спасибо. До свидания. Так, ну, рыношка, смотри, такая же история, особо толкаться не будем тогда никому приставать. Менеджеры ходят, кофеек попивают, два человека, да, собственно, и все. А так, вон, тишина, вообще никого нет. Здрасте, девушка. А просик проводим. Вообще есть народ-то на машины-то? Кто-нибудь заходит? Именно сейчас или вообще? Сейчас. Ну, в последнее время. Ну, да, есть, но меньше. Вяленько, да? А сегодня вот есть сейчас какая-нибудь выдача хотя бы вот одна на сегодня? Не знаю. Нету, да, наверное? Пройдя по официальным дилерам, ну, прикольно. Все менеджеры выспавшиеся. Видно, что никто не вялый, как бы никто не заматанный. Ходят кто-то кофеек, что-то обсуждают. Народ есть? Есть. Когда последний раз выдача была? Не помню. Но это весело. Тем не менее, вот сейчас я так смотрю, люди ходят. Но смотрят в основном вторичку. Вот именно за их ходят. Опять же, вы поймите правильно. Прийти, посмотреть и купить две разные вещи. Позвонить и купить две разные вещи. А то ребята тоже говорят, там, звонки есть, там, да, да, да. Но продажи у всех на дне. Вот она, опять-то, несчастная. 21-го года. Вот для Audi здесь комплектация бедная. Тут мотор 2 литра, 150 сил. Да и, собственно, ничего нет. То есть, наверное, скорее всего, просто базовую версию взяли так из серии. Аудюшка покататься. Почем она? Слушай, ну, ее скинули на 400 тысяч, но я знаю, что как бы у меня другая цена. 5.325 на Афтору. 5.700. А в реале ее можно забрать еще ниже. То есть, а висела она изначально на вторую 5.700? Вот просто представляете себе, 5.700 висела, 5.300 есть, а забрать можно уже еще и ниже 5. То есть, ну, опять же, друзья, покупка, продажа автомобиля, это, как говорится, купи, продай, торгуйся. Это самый натуральный рынок. Вот точно такой же, как возле дома мясо пойти купить. Тот же самый товар. Приезжай, договаривайся. Тем более, сейчас для этого время самое подходящее с точки зрения того, что дилеры идут на этот торг. Так, нам нужно приземлиться для того, чтобы провести переговоры. Значит, смотрите, картина очень спорная, и нужно информацией владеть и уметь ее анализировать. Ну, в первую очередь, вот прийти на подобную площадку, вы можете найти машину действительно свежей, 21, в том числе и 22 года, с небольшим пробегом. Но засканируйте и увидите ценник, что он будет еще выше, даже нежели чем вы купите такую же машину от официального дилера, новую напрямую. Такое тоже встречается. Но есть ситуации от обратного, когда вы можете прийти и увидеть ценник один, поторговаться значительно. Не на 5-10 тысяч, а на полмиллиона-миллион. Вот, практика показывает, что так оно все дело и происходит. И можно найти что-то выгодное. Подобные площадки, здесь в любом случае нужен опыт, либо человек. Как минимум, с тем же самым толщиномером, опытный глаз, чтобы можно было походить, посмотреть и понимать, что в каком состоянии продается. Потому что одно дело, машина годовалая, какая-то известная, надежная. Другое дело, трех, четырех, пяти годовалая. Это все индивидуально. Смотрим, цешечка. 2018 год, пробег 45 тысяч, 150 сил. 2 миллиона 355 тысяч рублей, пожалуйста. Вот, вы можете видеть, как машины все хранятся. То некоторые думают, что так и бэушки, и новые автомобили под открытым небом стоят. Никто их в кулек не заворачивает. Не нравится тебе черное? Посмотри на белую. Дороже? 16-й год, это 18-й год, это 2300, а это 16-й год. 2,780. Но здесь, смотри, здесь она с полным приводом. Раз, мотор 2 литра, 184. Короче, просто богаче сам по себе машина. Хотя она 2 года старше. Еще очень хороший вопрос задают люди. Ну, вот, например, приехала машина. Возьмем просто для примера вот этот Mercedes. Просто для визуализации. Ну, может быть такое, что он пришел там с убитым мотором или коробкой. Запросто. Что в данной ситуации сделает дилер? По крайней мере, как они рассказывают, что в первую очередь машину они в любом случае должны забрать. Если она реально в печальном состоянии, уже давным-давно для многих известна практика забрать тачку и тут же скинуть перекупом. То есть, теоретически, прям ушатанную машину вы на парковке у дилера, да, вот свежую, там, с какими-то жесткими косяками встретить не должны. Теоретически. Сюда добавлю важную информацию, что для некоторых людей покупка вторички от официала – это прям приоритет. Почему? Ну, здесь, во-первых, хотя бы есть закон о защите прав потребителей. Если вы купили автомобиль и он вдруг на следующий день встал, то с грамотным подходом вы этот автомобиль можете вернуть, посудиться. Закон на вашей стороне. Ребята, не забывайте о том, что есть специализированные конторы, которые могут приехать помочь вам сделать. Опять же, здесь важно найти грамотного подборщика, поэтому просто для информации озвучиваю – не экономьте. Лишний раз лучше отдать там кому-то двадцатку-тридцатку, но чтобы ваш автомобиль, независимый человек, полностью осмотрел, посмотрел, покрутил, повертел его на подъемнике, чтобы вы, не дай бог, не нарвались на подводные камни. Не нужен никому рейндж-ровер-то. Очень хорошая машина, очень надежная. 2012 года. Будете кататься, наслаждаться жизнью. Есть вот еще посвежее рейнджик. 2013, ну давай вот этот щелкнем просто, сколько вот это стоит, смотри. Так-то респектабельно выглядит, беленький, на зимних шипованных шинах, шины хорошие, смотри, прям, как будто только купил. 55, 20, ну, вообще, шоколад, давай. Значит, это у нас получается 3 литра, 292 силы, пробег 101 тысяча. Я думаю, больше 4 сейчас будет. А, ну вот, 3, о, нифига, 3 миллиона 375 тысяч рублей, пожалуйста, за 2013 год. Но, опять же, в каком он состоянии и сколько в него нужно вложить, потому что машина-то вот так вот не дешевая. Сейчас с запчастями же еще проблемы с ТОшками. И вот, на самом деле, многие машины такие, не то чтобы даже старые, а и старые, и новые, некоторые скидывают силу того, что тот работу потерял. У кого-то в кредите была, перекредитовываются, забирают что-то новое, но попроще. У кого-то вот с пробега, может быть, сыпаться начал, и как увидел ценник, что почем, решил ее вот оставить для молодежи. Молодежи, потому что машины-то, смотри, какие симпатичные. Вот это давай, щелкнем. Это, получается, у нас 13-ая, тут как раз уже обновленная версия пошла, а это вот 12-ый, прям, можно сказать, остаток. Смотрите, даже раньше был такой, потом стал вот такой. Неплохо. Чего? 2 миллиона 145 тысяч рублей. Ребята, сейчас можно купить Rapid, прям в самом-самом топе, в жире со всеми пакетами, примерно за такие деньги. Или вот Range Rover 2012 года, что скажете? Я, конечно, понимаю, что лучше Rapid, но, тем не менее, кто-то выберет и Range Rover, кому-то же он уйдет. Но сам факт того, что вот вторичка, она сейчас переполнена автомобилями. Как я сказал, есть дилеры, которые не жалуются, говорят, у нас все отлично, у нас все продается, у нас оборот идет. Такое тоже есть, но есть и те, у кого, наоборот, должны продавать в месяц, например, 150 машин, а продают 50. То есть, это в процентном соотношении значительная просадка. Соответственно, у них ситуация плачевная. Поэтому к ним как раз-таки и нужно наведываться с точки зрения того, чтобы покупать. Потому что некоторые автомобили выкуплены за счет компании, а она стоит, простаивает, да, сама по себе в цене теряет. И дилеру деньги нужно вынимать, в оборот запускать, а не просто, чтобы она стояла. В идеале говорят, что там, ну, месяц, плюс-минус, такую общую дату, если назвать, что машина зашла, там, на новую машину одно время говорили, что 40 дней. Вот она постояла, вот в течение 40 дней должна быть продана, тогда все ок. Если нет, тогда эта машина уже начинается, ну, становится проблемной. Вот с точки зрения так вот просто, как мужику, мне интересно, вот так вот проездить, походить, посмотреть, что, почем, поторговаться. Потому что наверняка можно удачно заехать, кредитнуться, короче, и уехать на новом автомобиле. Ну, не на новом, а на вторичке, ну, для тебя-то она новая будет. Короче, площадок таких полно, у кого время есть, свободные желания. Вот рекомендую, прокатитесь по разным дилерам по Москве, посмотрите, что, по чем торгуется. Вот смотрите, как же мы вам не покажем, да, легенду. Легенду японскую. Toyota Camry. Значит, 2021 год. Два с половиной литра. Пробег 4610 км. Вот смотрите, интересный момент. Здесь лежит листочек. Не знаю, видно не будет через камеру. 3 миллиона 870 тысяч рублей. Но мы щелкаем ее через QR-код, и у нас ценник получается 3 миллиона 299 тысяч рублей. То есть, пожалуйста. И это, подчеркиваю, это еще не финал. Потому что можно сюда приехать и торгануться. Ребята, давайте, смотрите, посмотрим Sorento 2021 года у нас машина. 3.5 мотор, бензин, полный привод. Пробег 4865. Ну, можно сказать, свежак вообще. То есть, прям вот отличный вариант для тех, кто ищет, например, вторичечку. Для того, чтобы просто понять. Вот 5 миллионов 850 тысяч. Охренеть. Вот видите, как можно, короче, нарваться. Но на секунду это, собственно, скорее всего, в силу того, что 3.5. Это, наверное, какая-то топовая версия. Потому что обычно у них среднячок идет с 2.5 мотором. А это вот такая картина. Но, опять же, как мы сказали, сегодня 5.850, завтра 4, блядь. А послезавтра заберем по вашей цене, отдадим по вашей цене. Интересный вопрос возникает. Как долго будут машины стоять? Какая из этих машин там неделю простояла, две? Вот обратите внимание. Ряд автомобилей, да, свеженькие. И они стоят, например, на зимних шинах. Вот этот, например, Мерседес, МЛ-ка, он стоит на летних. И говорят, он здесь всю зиму уже простоял. Вопрос, как быстро продаются машины? А вот здесь, в первую очередь, все зависит от менеджера, который этими машинами занимается. Потому что, вот, например, по некоторым парковкам проходишь. То есть, в одном салоне, при этом зарядном автомобиле, один менеджер отвечает. В другом, другой. И есть люди с опытом, есть хорошие продавцы, которые умеют машинку начистить. Обслуживать, сделать хорошие фотографии, подготовить информацию. У них есть своя база тех же самых перекупов, которые с удовольствием прилетят и заберут машину, если она по адекватной цене и в хорошем состоянии. Это все индивидуально. Есть тачки, которые там могут стоять брошенные. Вот здесь про одну машину сказали, что, типа, странно. Вроде как, при дилере на видном месте, вон там Каен, у него что-то с пневмой случилось, он просел на один бок, и вот только совсем недавно его подчинили. Ну, то есть, это тоже, да, вот вы придете, машина смотрит раз, а она вот на бачке стоит, уйдете. Опять же, как выгодно сдать трейд-ин? Ну, например, если вы покупаете, к примеру, рейндж-ровер, ну, куда вы, бэушный, куда вы пойдете? Вы пойдете, скорее всего, в первую очередь, смотреть его у официального дилера рейндж-ровер. Соответственно, когда туда к ним приезжает автомобиль, там его дилер заберет по цене потенциально выше, чем, например, там Хавал, Хюндай и так далее, потому что это профильный автомобиль. То же самое здесь, если к вам приедет, например, сюда Хавал, да, какой-нибудь, там, двухгодовал, его теоретически должны забрать дороже, нежели чем его заберут в рейндж-ровере, потому что, ну, кто пойдет в салон рейндж-ровер покупать себе Хавал с пробегом? То бишь здесь вы должны понимать вот плюс-минус вот такую логику. А так машин полно, ценник индивидуальный, вот, например, ходить, да, и показывать, как это было бы круто сделать по каждой машине, что почем продается, смысла нет. Вот, например, наверняка у вас возник вопрос, а вот селтас этот почем? А фиг его знает, сегодня одна цена, послезавтра другая, поэтому данный сюжет в первую очередь сделан для того, чтобы те, кто присматривается к автомобилям с пробегом, понимали, что пришел, понравилось, поторгуйся. Обязательно поторгуйся, и таким образом ты что-то досэкономишь. Опять же, есть диагностические карты, которые дает вам дилер, на основании которой вы будете видеть, что с машиной сделано и в каком она состоянии. Важно понимать, что кто-то действительно машину проверял, смотрел, и она реально в хорошем состоянии, кто-то, может быть, не смотрел, здесь вторичка, это кот в мешке, несмотря на то, что вы, внимание, покупаете даже от официала. Есть машины там год-два, которые сами по себе надежны, здесь за год-два-то ничего не будет, если она там не была в ДТП, да, ну все, пожалуйста. А бывают машины там 5, 7, 10 лет, вот, эмелечка, ребята, рекомендую, в кавычках, приезжайте, она вас ждет. Уже и зиму переночевала, поэтому давайте, приезжайте скорее, забирайте. Вот еще с точки зрения вторички у каждого бренда уточняйте индивидуально. Вот, например, у Мазды есть программа Next. Как рассказывают ребята, эта программа сделана для того, чтобы сюда заходили автомобили в трейд-ин в идеальнейшем состоянии, которые 100% не красились, ни один элемент, что у них нет никаких там значительных сколов, повреждений, в том числе, включая лобовое стекло. То бишь, вы приезжаете и покупаете автомобиль в состоянии около нового. И при этом вы на основании этого получаете дополнительную себе гарантию. Вот, отличный вариантик ставить. Смотрите, Nissan X-Trail 2011 года. Вот когда-то у нас как раз был подобный автомобиль, покупали мы его в 2010-м и по 2013 год катались. Он был до Murano. Значит, в топовой комплектации, с рейлингами на крышами. Шикарная машина, реально очень понравилась. Давайте, когда я сейчас щелкну, посмотрю, сколько он стоит. Ну, он двухлитровый и пробег заявлен 128 тысяч. Ну вот, мы залетаем. 1 миллион 200 тысяч. Ну, опять же, подчеркиваю, не забывайте, что ключевое слово сегодня, что на все можно торговаться. И те цены, которые вы видите, их можно еще сбивать. Тем не менее, вон, пожалуйста, можно наблюдать. Работа менеджера. Отвернулся. Toyota Prius. Приехал в эвакуатор. А, не, эвакуатор просто стоит. Смотрит машину человек. Вот, пожалуйста, потенциально клиент осматривает. Скорее всего, заберет. А может, и не заберет. Фиг его знает. Вот еще люди, пожалуйста. Оперативная съемка ФСБ. Они уже час где-то осматривают этот фургончик. Скорее всего, тоже будут забирать. Вот единственное фигово, знаете, что нет вот как раз прям рядом листочка, чтобы было написано, что в каком состоянии. Вот эта диагностическая такая карта. И чтобы на пертачке были все открыты. Чтобы ты мог прийти, открыть, посмотреть. Вот именно как потенциальный покупатель. Или решить водку третья новая стоит. Но это, скорее всего, возможно, даже чья-то. Потому что листочка на ней нету. Короче, походы, общение с менеджером подтверждает лишь одно, что вот эти цены, которые многие частники пишут на авторички, с реальностью на сегодня ничего общего не имеют. И вот сегодня как раз такой переломный момент происходит, когда рынок полностью перестраивается. Когда кому-то из вас, допустим, даже могли в начале апреля, в конце марта, в середине апреля дать за ваш автомобиль один ценник, и вы на него рассчитываете. А сегодня ценник станет только ниже. Потому что потихоньку, потихоньку все вот эти цены, как показывает практика, падают. Например, тот же самый завод китайский хавал, они работают. Я спрашиваю, у вас как? Они говорят, а что, у нас здесь производство все налажено, как бы нам похеру, у нас все, вон, отгрузки идут. Некоторые заводы стоят, некоторые представительства, да, и производители поступают реально по-скотски. То есть, вот, как вот, да, тут говорят, уважение к людям, к потребителю. Мы ценим наших клиентов. Никого они не ценят. Уже была практика, когда Шкода сделала автомобили целую партию. Они сошли с конвейера, все, продавай, отдавай дилерам. Не отдают и при этом ничего не говорят им. Почему, как, проходит три недели, они говорят, все, вот теперь можно забирать, но теперь цена плюс 200-300 тысяч на какой-нибудь рапид. Вот реально, вот настолько ценник меняли. И дилеры забирают, а потом, собственно, человеку должны машину продать за миллион пятьсот, а теперь миллион семьсот. Ну, нахрен она нужна. Что за отношения? Ничего не изменилось, машина уже была собрана, она уже стояла. Просто захотелось заработать денег. Думать, что, вот, да, просто, просто скажу, что вот дилеры козлы, а представительство вас спасет, оно вам поможет, в каких-то ситуациях, да, могут там какой-то спор разрешить. Но в целом, представительство, там еще хлещие уроды сидят, которые, задача одна, наживиться, заработать денег, а не то, что там угодить потребителю. Это в рекламных буклетах мы можем читать, что, ой, мы так печемся о качестве, и том, что вы думаете о нас, на самом деле, пошли вы в жопу, денег плати, и тогда все будет окно. Не платишь денег, до свидания. Вы, я думаю, многие из вас сами с этим сталкивались, когда писали претензии, обращения и так далее. Короче, картина такая. Если походить по разным площадкам, вы увидите огромное количество как дешевых автомобилей, сданных в трейдинг, так и дорогих. Потому что кто-то, как я рассказывал, взял машину в кредит, думая, что работа есть, закрою, потом херакс, работы не стало, кредит-то есть. Скидывают тачки, перекредитовываются, закрывают либо кредиты, забирают что-то попроще. Вон и Рыношки берут, нет-нет, и Мазды берут, и китайцев, и так далее. Поэтому все здесь индивидуально, но для тех, кому нужен автомобиль, кто хочет сэкономить, и кто не чурается авторички, попробуйте. Покатайтесь, глядишь, что-то под себя и найдете. Подчеркну, что иногда, иногда проще купить автомобиль у юридического лица, типа дилера, где-то еще хоть какие-то там права, получаешь и гарантии, и что с ним хотя бы можно о чем-то пытаться договариваться, нежели чем у частника. Потому что частник, частнику рознь, есть люди адекватные, которые понимают, по какой цене стоит автомобиль продавать, а есть неадекватные. Вот он задерется, но ты приедешь ему и скажешь, типа, ну, это перебор. Пошел нахрен, все. Я здесь диктую условия. Моя машина, что хочу, то и делаю. Не нравится, иди покупай в другом месте. Вот. Я надеюсь, этот сюжет по информации был полезен. Кто-то что-то для себя новое узнал. Мы вам показали так просто локально одну из площадок, как выглядит продажа вторичных автомобилей от официального дилера. А вам остается только лишь сделать выводы. Напоминаю, что в описании ждут ссылочки на моих друзей, которые занимаются аутсорсингом. Если вдруг кому-то нужны их услуги, пожалуйста, обращайтесь. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-каналы. Все актуальные социальные сети, которые я веду, ждут вас по ссылочке в описании в первом закрепленном комментарии. До новых встреч всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok